население Челябинской области и Павел Александрович Золотов, это руководитель комитета по промышленности оригинального подразделения опоры России. Владислав Валентинович. На этом моя обязательная официальная часть исчерпана и теперь, если уж позвольте, сразу по делу. Первое, что я уже озвучил господину Голубу, первая встреча это круто и классно, особенно, если она делается внутри сообщества, но нужно это сразу же оговаривать и желательно привести в систему. Почему? Потому что мое вступительное слово короткое, а хотелось бы поговорить, вынужденно, не из-за того, что у меня тут тяжелое недержание слова, неудержание в себе, а речь идет о том, что вообще разговаривать, вот практика последних двух лет, лично моя, показывает, что нужно разговаривать минимум полтора-два часа, причем желательно в индивидуальном формате. Из-за чего, собственно, я про это сейчас, ну и дальше, в смысле, регулярно встречаться, как-то там проговаривать какие-то позиции конкретные, намечать хотя бы направление стратегические движения для конкретного руководителя, для конкретного специалиста, который занимается вопросами реализации кадровой стратегии. О чем говорю о том, что, конечно же, рынок переменен в своем ромах-туда полностью, в ближайшие 10 лет это будет рынок, ну, возможно, экономический кризис мы не учитываем, потому что учить их невозможно, да, а по демографии, собственно говоря, потому что идет очень интенсивное изменение так называемого социального договора, вы это чувствуете в виде тонких зарплат, как минимум, да, и очень интенсивным переходом наемных работников, но работа для другого. В норме по Челябинской области это 100-150 тысяч человек в год, невынужденных переходов в смену места работы. Сейчас мы оцениваем эту емкость 200-250 тысяч по году, потому что есть возможность больше заработать. О чем принципиально хочу сказать, чтобы как-то, с одной стороны, заинтересовать, с другой стороны, ну, даем честное слово, что речь идет о конкретных технологиях, которые апробируются и уже апробированы работодателями. В первую очередь, конечно, мы говорим о наших любимых заводах, которые работают, известно, с каким заказом. Год назад эта история была, ой, 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 что же делать, как же быть, а теперь год прошел, и выяснилось, что, собственно говоря, проблем никаких нет. Конечно, очень сейчас все уплотняю, и утрирую, вынуждено, и зацветнуло по времени, но по факту это так. Весь вопрос в отношении внутри конкретной компании и структуры. Чтобы не задерживать вас, скажу следующее. Первое. Дефицит на рынке труда кадров. Это миф. Я говорю за Челябинскую область. Говорю ответственно. Второе. Конка зарплаты. Она присутствует, но ее можно очень серьезно купировать. Вопрос, какова стратегия поведения конкретного работодателя. Есть у нас очень специфические некоторые территории, блокадные рынки, но я подозреваю, что здесь аудитория сегодня присутствует в основном Челябинск. Третье. Мы конкурируем друг с дружкой, особенно мы не можем тягаться с крупняком. Нет, это миф. Это не право. Малый бизнес, средний бизнес абсолютно конкурентно способен в борьбе за кадры с крупным бизнесом. Ответственно, вам это говорю. Для иллюстрации скажу, собственно говоря. Я понимаю, что вы, так сказать, скорее под эмоции, но я имею в виду свою аудиторию, с которой я общаюсь. Но неужели вы серьезно считаете, что потребности, которые числяют с тысячами людей, иногда десятками тысячи людей, реально могут перевернуть полностью, заблокировать, перевести к кризисному явлению на рынке труда, емкость, в которой порядка двух миллионов человек. Но ведь нет. Нет. Та потребность, которую мы сейчас видим, мониторим, мы ее видим в людях конкретных совершенно, по крупным предприятиям, она, в общем-то, конечного времени. Вопрос, что дальше? Это как раз вопрос, который нужно адресовать, скорее всего, вот здесь, в этой аудитории. Еще один посыл тоже, в эту аудиторию, если вы здесь, значит, вы уже нагло выше своих конкурентов, которые реально у вас существуют на рынке труда, из которых вы боретесь с заказом. Почему? Потому что здесь аудитория, ну, человек 200. А только в Челябинске, если говорить про город, да, официально зарегистрировано 44 тысячи юридических лиц. И все они типа того, что живые, с точки зрения нового института. Поэтому, ну, вот, сопоставьте свои соотношения, да, ну, большинство участников рынка труда, нужно, наверное, работники и так далее, и так далее. Ну, вот сколько из 40, там, пусть даже из 20 тысяч, только челябинских компаний здесь сегодня представлено. Ну, судя по всему, какие-то там сотые доли процентов. Раз вы здесь, значит, вы заинтересованы. Значит, вы застимулированы что-то изменить. Это очень круто. Потому что основная моя проблема в контакте с работодателем, это, конечно, кадровик. Либо его полное отсутствие. Как вот там, позавчера у меня была очень интересная встреча с одним конкретным очень заводом, с очень хорошими перспективами по экономике. Но кадровика там нет, от слова, совсем. Вот так. Вот так и работают. Ну, и кадровики те, которые привыкли к работе последние 30 лет, так, как мы привыкли. То есть на сокращение персонала. Если уж кого-то надо набрать, открыли дверь, народ побежал, все, кадровик свою работу сделал. А когда теперь нужна индивидуальная траектория с конспективой для конкретного человека, вот тут начинаются тормоза. Потому что это другая работа, а зарплата та же самая. Это разговор уже собственный. Короче говоря, есть о чем поговорить. Я за этот диалог. Я за то, чтобы вы были конкурентоспособны. Ну и за то, чтобы вы получали хорошие бонусы за свою работу. Потому что нужно очень серьезно отнестись, например, к вопросу монетизации работы HR или кадрового отдела, или кого угодно. Ну, ответьте на простой вопрос. Сколько стоит незакрытая локация для вашего работодателя, которая существует больше месяца, или больше полугода, или года? А какова перспектива экономическая по заказам вашего работодателя, которых вы представляете? Иногда это кратность, увеличение заказов на ближайший год, ну два. Но надо соотнести, собственно говоря, затраты, эффекты продемонстрировать. Но после этого можно разговаривать, наверное, и про личные бонусы HR или кадровиков, если тема кадровой потребности будет закрыта. Вернусь в начало своего выступления, скажу, что кадрового кризиса, по факту, его нет. Есть эмоции, которые нужно как-то профессионально преодолеть. Я очень благодарен вам за внимание. Сегодня здесь будет присутствовать мой первый зам. К нему тоже, пожалуйста, вопросы будут, наверное, с вашей стороны. Я, к сожалению, не могу, но очень хотел бы. Спасибо. Спасибо.